Первый послевоенный 1946 год начался с кампании по выборам Верховный Совет СССР второго созыва. По всей стране, утверждалась в областной партийной газете «Тюменская правда», в городе и в деревне широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу выборов, назначенных на 10 февраля 1946 года. По принятому тогда политическому стандарту на собраниях трудовых коллективов кандидатами в депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР вторых созывов называли руководителей ВКПБ и советского правительства, а также представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции. В предвыборных кампаниях 1946-1947 годов учитывались показатели предвоенной переписи населения. Тогда на территории Тюменской области и национальных округов, входивших до 14 августа 1944 года в Омскую область, проживало чуть больше 900 тысяч человек. Здесь образовали три избирательных округа – Тюменский, Ишимский и Тобольский. 22 февраля 1953 года тюменцы вновь дружно избрали 300 своих представителей в городской совет депутатов трудящихся. Председателем горосполкома оставался Андрей Евдокимович Переузенко. Никто тогда не мог представить, как изменится партийно-государственное руководство во внутренней и внешней политике страны и какое место в структуре органов власти займет территориальное самоуправление.